Здравствуйте, друзья! Меня зовут Давид. Мы продолжаем, можно сказать, курс Гешер, а можно сказать, мы его начинаем, потому что сейчас будет первая лекция, до этого было вступление, несколько лекций, в которых мы говорили о общих каких-то вещах. А сейчас мы начнем какой-то процесс, в котором будет 15 лекций, 15 станций. Мы это делаем по книге «Мост» Рабьюэля Торджмана. Вот книга, сзади находятся картины, и вот как раз он меня попросил это сделать, и давайте начнем. Какая у нас первая станция? Первая станция – это тишина. Вот такая вот станция. Герой нашей книги, скажем так, он это объясняет таким примером. Он говорит, давайте сделайте себе кофе. И он объясняет, он рассказывает, как каждое утро он встает до восхода солнца и делает кофе древним образом. Он его молит в такой кофемолке, или как она там называется, потом его готовит в таком, в тюрке, да, она называется, эта штучка. Финджан на иврите она называется, или на арабском, может быть. И потом сидит и спокойно пьет кофе. О чем мы вообще говорим? Мы говорим о том, что надо дать какое-то время себе. Разные люди говорят об этом, там, о всяких медитациях, о том, что надо найти вот это вот пространство тишины. Мы предлагаем сделать это в действии. И с каким-то действием, которое вы уже и так делаете. Я не знаю, это может быть любое действие. Потому что так легче. Мы не стараемся делать жизнь сложнее. Мы пытаемся сделать не медитацию для медитации, а просто обрести тишину. Потому что внутри тишины у нас есть соединение. Вот. Потому что вот эта тишина, она позволяет подключиться к самому себе и к своему внутреннему голосу. Конечно же, сейчас мы живем в такое время, когда куча этих экранов, в которых, слава богу, вы вот сейчас вот смотрите. Но иногда мы это делаем сознательно, с каким-то выбором. А иногда мы это делаем просто потому, что мы щелкаем. Какие-то постоянные телефонные звонки, видео, аудио. Но что-то мы куда-то постоянно бежим. И надо сделать какой-то перерыв, скажем так. И в этом уроке мы сделаем такую метафору с перерывом кофейным. Но каждый человек может себе это сделать, как он хочет. Некоторые люди могут это сделать. Ну, короче, я не буду приводить много примеров. Потому что каждый найдет пример свой. Где он может найти эту тишину. Потому что она находится с нами всегда, а мы активно от нее убегаем. Потому что если мы не замолчим, как мы будем, как мы услышим, скажем так. Постоянно эти видео, аудио, ютубы. Ну, ужас. Вот. Но нам надо как-то подключиться к нашему каналу внутреннему, а не к внешнему каналу. Опять я говорю, есть какие-то всякие зен-медитации, отпуски. Но там все равно есть телефоны. А по факту мы это можем сделать, ну, прямо сейчас. Я не буду проводить сейчас сессию, как подключаться к внутренней тишине. Потому что по факту мы это умеем делать. Но я расскажу несколько вещей. Конечно же, надо просто найти то место внутри себя, в котором у нас нет внутреннего сопротивления или войны с самим собой. Или какие-то истории, когда мы пытаемся решить какие-то проблемы дня и так далее. Лучше, конечно, это сделать утром. Но кто как может. Но когда мы перестаем что-то зачем-то активно бежать или что-то активно делать, а даем себе какое-то несколько минут какого-то отдыха, ну, вот это как бы точка старта, и у нее есть громадные бенефиты. Нам надо, как видно, хотелось бы решить, что мы будем делать эти моменты соединения или такие переменки на протяжении дня. Вопрос такой, что мы делаем? Мы соединяемся или отсоединяемся? Ну, как видно, для того, чтобы соединиться с собой, нужно отсоединиться хотя бы на время от мира. Это может быть даже 5-10 минут. Каждый, как он может, и на это точно есть время. То есть вопрос такой, что это за отдых? Отдых – это тогда, когда мы находимся одни, сами. Сами с собой. Может быть еще, как я сказал, это может быть в каком-то действии. Кто-то, может быть, это сделает, когда он или она моет посуду. Кто-то сделает, когда готовит кофе медленно. Кто-то сделает это, когда он рыбачит или готовит снасти, ну и так далее. Я думаю, что отчасти мы это делаем. Но там надо провести такой активный, активную работу, чтобы в это время не погружаться во внутреннюю войну и не стараться решать свои проблемы. А активно сказать, давай я буду их решать потом. Когда мы находимся в этом состоянии, сами с собой, может быть, у нас возникнет такое ощущение наполнения такой взрослой верой, скажем так. Место, которое оказывается самым реальным, которое есть. То есть, реальность вот в этом соединении с самими собой, с внутренним голосом, или как хотите вы это называете. Но когда вы это прочувствуете, или вы... Я думаю, что каждый из нас чувствовал когда-либо это, и вопрос, как к этому вернуться. Мы предлагаем, что это нужно делать активно, и стараться это делать каждый день. Вопрос еще такой. Как нам делать это кофе? Герой нашей книги, мой хороший знакомый, он говорит то, что это надо делать медленно. То есть, можно сделать это вот такое у нас... Мы живем в такое время, которое люди постараются все делать быстро. У нас есть быстрый кофе, машинки с капсулами и так далее. Но вопрос, зачем это нужно? Зачем нужна эта беготня? Потому что иногда в побеге за временем мы становимся рабами этого времени, а не наоборот. Возможно, лучше вернуть к себе вот этот вот контроль над временем и сказать, вот сейчас я это делаю медленно, я делаю то, что я делаю в свое время и никуда не бегу. Бенефит этого дела, когда мы делаем какой-то перерыв, когда мы начинаем молчать и постараемся заглушить свой не только внешний разговор, но и внутренний, внутреннюю болтовню, когда мы пытаемся внутри себя, в наших мыслях решить еще какие-то дела и истории. Получается так, что мы входим в какое-то пространство, где может происходить обновление. Кроме этого, это может дать нам настоящие силы для того, чтобы решить какие-то проблемы. Потому что когда мы молчим активно, после такого перерыва мы часто находим то, что те наши проблемы, которые нас тревожили, они или решаются как-то сами, или приходит какое-то решение не за счет того, что мы постоянно об этом думаем, а как-то за счет того, что мы и так соединились с самим собой. Кроме этого, есть еще один бенефит. Наши мудрецы говорят о том, что человеку дороже в девять раз то, что он сам сделал, чем то, что не его, скажем так. И когда мы что-то делаем, готовим ли мы кофе таким медленным образом и стараемся включиться в этот процесс, и быть, как говорится, в этом моменте, вот само это кофе, оно наполняется, конечно же, энергией. Оно становится нашим каким-то произведением. Кроме этого, я хочу предложить то, что вот в это время, когда мы встречаемся с тишиной, это время, когда у нас происходит такое, ну, можно сказать, обновление нашего аппарата. Потому что когда мы постоянно находимся в каком-то процессе, мы не отключаемся от каких-то наших проблем, забот, а вырубаемся перед телевизором или там ложимся спать и засыпаем и просыпаемся с теми же самыми мыслями и проблемами, и мы не отдыхаем. И тем самым мы не даем нашей системе перезагрузиться. И так же, как в компьютере есть функция такой перезагрузки компьютера или обновления систем. Наше обновление происходит так же тогда, когда мы вот так вот активно отдыхаем. И когда мы вот это вот делаем, автоматически, как я сказал, приходят решения из-за того, что мы соединились вот с этим, можно сказать, с самим собой. Это вот то и время есть, которое мы должны дать самому себе, самим себе. Потому что если в часу, в дне, как известно, там 24 часа, с которым какое-то время мы спим, большинство времени мы делаем какие-то дела и заботимся хоть и о себе, но как-то взаимодействуем с людьми, системами и так далее. Надо активно сделать время для коннекта с собой. И когда говорят, что на это нету времени, это, конечно, я еще раз скажу эту историю, что, конечно, это не так. Нам говорят, что time is money и вот все эти такие слогины. И не будем входить в метафизические какие-то рассказы, которые говорят, что время, оно тоже динамично, и час, он может быть медленный и длинный. Мы говорим про то, что как видно, надо взять контроль над временем обратно. постараться создать вот это вот время для себя и не убегать от этого, когда мы соединяемся вот со всем миром кроме себя. Есть такая какая-то мысль или какое-то псевдознание, то, что вот раньше было лучше. Раньше было лучше, но это противоречит иудейскому подходу или знанию о мире, потому что мир происходит, как проводят какое-то исправление и точно и точно сейчас лучше, чем было вчера. Но вместе с этим, конечно же, сейчас совершенно другие челленджи есть. И один из этих челленджей это то, что все куда-то бегут. И вот этого вот душевного или духовного отдыха становится все меньше и меньше. из-за того, что мы живем вот в таком мире, надо, как видно, к этому сознательно отнестись. Это не сон, а это активный отдых. Рамбан Маймонид, которому мы уже напоминали в одной из лекций, он говорит, что отдых это обязательно залог здоровья. И я еще раз говорю, не сон, а отдых. И отдых это не когда мы кликаем в телефоне и смотрим какие-то новости с совершенно ненужной для нас информацией. А вот такой отдых, когда мы просто соединяемся с каким-то делом и находимся с собой. Даем себе какое-то время, наслаждаемся каким-то процессом, который нам нравится, который приносит нам какую-то пользу и находим этот мир. Еще раз, это процесс, когда вот это не совсем легкий интуитивный процесс, но я думаю, что стоит его начать делать и делать это постоянно, потому что без того, чтобы мы остановились и не слушали весь мир и без того, чтобы отключиться от этих всех социальных сетей и так далее, хотя бы на какое-то время, мы не можем присоединиться к себе. Вот. А присоединиться как? Присоединиться с миром. Вот раби Акива говорят, что он зашел и вышел с миром, да, то есть с миром самим собой, с миром со Всевышним. И это вот и есть первый подарок, который мы можем дать себе. Создавать такие моменты или минутки, может быть, побольше, каждый день сознательно и когда мы будем это тренировать и включаться в это, мы все больше и больше будем слышать этот внутренний голос, который является нами самими и еще раз мы практики тут. Мы не говорим о каких-то там теориях, мы говорим о вещах, которые по-настоящему работают. И я думаю, то, что как сознательные существа, возможно, это нелегкий, но правильный процесс или правильное решение, которое мы можем принять для самого себя. И для этого точно есть время, потому что так же, как люди, которые занимаются спортом, вдруг оказывается, что после того, как они пробегут, у них больше сил, а не меньше, так же, и когда мы делаем такие активный отдых, скажем так, оказывается, что решение проблем, решение задач и коннект с тем, куда мы идем, он происходит вот как продукт такой нашей деятельности. В следующей лекции мы будем говорить о мысли, о эмоциях, продолжать это путешествие к лучшей жизни соединения с собой, соединения с миром. Большое спасибо, всего самого, самого наилучшего. Спасибо. Спасибо.